Друзья, всем привет! Сегодня я решил поговорить об одном рекордсмене фондового рынка, которому, признаюсь, надо было уделить время еще раньше. Рекордсмене по хайпу, энтузиазму, энергетике владельца, а самое главное по росту капитализации и крутизне восходящего тренда, который на этой неделе привел акции этой самой компании к новому историческому максимуму. Речь идет о компании Tesla, акция которой прямо сейчас скотируется вблизи плюс-минус 1400 долларов за штуку. В начале июня за одну акцию Tesla давали 800 долларов, то есть фактически чуть больше месяца назад, а сегодня уже она дороже на 57%. Еще в начале июня капитализация компании составляла 140 миллиардов долларов, а уже сегодня Маск по праву может сказать, что его компания всего за месяц стала дороже Toyota. Достигнув капитализации в 235 миллиардов долларов. Немного теории, чтобы все понимали, о какой компании идет речь, если есть те, кто все-таки про нее еще мало чего знает. Tesla – это американская компания, которая является производителем электромобилей. Компания была основана в далеком 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Торпенни. Хотя сама компания считает Маск своим творцом, Илона Маска. На первом этапе именно он вложил больше всех 70 миллионов долларов, заработанных на продаже своей доли в PayPal. Названа Tesla в честь всемирно известного физика Николы Тесла. В отличие от большинства автопроизводителей, Tesla не продает автомобили через независимых дилеров. Как правило, салоны Tesla представляют собой демонстрационные площадки. Покупка осуществляется непосредственно через сайт Tesla. Финансовые показатели – это уже ближе к сути. В июне 2010 года состоялось первичное IPO, размещение акций на протяжении 9 лет. Друзья, с 2010 по 2019 год, ну пока что 2020 еще не завершен, мы не знаем, как все будет, можно только предположить. Ну, короче, с 2010 по 2019 год компания показывала чистый годовой убыток. Наибольшие потери пришлись на 2017 год, тогда они составили порядка 2,2 миллиардов долларов. Но, несмотря на это, рыночная капитализация за этот промежуток времени из года в год продолжала расти. В 2018 году достигла 65 миллиардов долларов. Небольшое лирическое отступление. На данный момент, как я уже отметил, капитализация компании составляет 235 миллиардов. То есть ровно в 3,6 раза больше, чем ту капитализацию, которую мы видели в 2018 году. Только представьте, сидя в бумагах этого технологичного выскочки, можно было срубить 360% дохода. Причем всего лишь за 2,5 года. После неудачного 2017 года наступил такой же неудачный 2018 год. Даже несмотря на успехи в производстве и продажах модели 3, которая стала самым продаваемым мобилем в США по объему выручки и пятым по количеству продаж, за 2018 год компания все равно в очередной раз зафиксировала убыток. И он составил около почти 1 миллиард долларов. В 2019 году убыток компании также превысил 800 миллионов и, если быть точным, составил около 860 миллионов долларов. Друзья, повторюсь, что с 2010 по 2019 год компания ни разу не выходила в прибыль по итогам года. Сейчас мы работаем с 2020 годом и вот совсем скоро, а именно в конце июля, выйдет отчетность уже за второй квартал. Пока что мы можем говорить о показателях первого квартала. Выручка компании составила в первом квартале почти 6 миллиардов долларов. Чистая прибыль какие-то 16 миллионов долларов. И резонный вопрос сейчас, если вся чистая прибыль компании, она почти сопоставима с какой-нибудь годовой премией топ-менеджера какого-нибудь, даже не первосорта, банка, как ее акции могут показывать такой стремительный рост? Почему? Почему акции Tesla сейчас летят в космос? Что поддерживает капитализацию? Все дело в текущих результатах деятельности компании и в прогнозах. В начале июля Tesla отчиталась о количестве произведенных и реализованных автомобилей во втором квартале 2020 года. И за трехмесячный период, то есть с апреля по июнь, автомобильная компания «Маска» доставила покупателям больше 90 600 автомобилей, что значительно выше прогнозов экспертов. Они предполагали, что компания вряд ли ложится даже показатель в 72 тысячи. Отгрузив во втором квартале свыше 90 тысяч машин, Tesla превзошла результат предыдущего рекордного квартала, когда поставки составили 88 500 машин. Конечно же, кто-то сейчас может возразить, что результат второго квартала все равно ниже показателя годичной давности, когда было отгружено более 100 тысяч машин. Однако, повторюсь, друзья, здесь важно быть реалистом, даже гиперреалистом. Понимать, что очень большое значение, или даже принципиально, имеет то, как компания работает в текущих условиях. Tesla продолжила отгружать свои автомобили в бешеных темпах, даже несмотря на то, что весь мир накрыл пандемию, собственно, коронавирусной инфекцией. И, кстати говоря, пандемия коронавируса обвалила потребительскую активность. Tesla при этом умудрилась превзойти прогноз экспертов, то есть не просто в рамках тех ожиданий, которые были сработать, но и превзойти ожидания на 30%. Это настолько феноменально, что даже верится с трудом. Это реальное достижение, особенно на фоне того катастрофического спада, который был зафиксирован другими автопроизводителями. Например, в Audi продажи во втором квартале просели больше, чем на 30%. Подробный отчет, как уже отметил, с окончательными финансовыми результатами, будет публикован 22 июля. После чего мы, конечно же, взглянем на обновленные финансовые показатели. Но заранее хочу сказать, что вот то ралли, которое мы видим сейчас, оно как раз опирается на ожидание того, что Tesla планирует поставить в этом году на рынок более 500 тысяч машин. И, возможно, у компании «Маска» впервые за 10 лет есть очень неплохие шансы сработать в плюс, показать прибыль по итогам финансового года. За всю историю у Tesla было всего 7 прибыльных кварталов, но производитель еще ни разу не показывал прибыль по итогам года. Если это случится, мы точно увидим новую максимум. Честно говоря, я почти не сомневаюсь, что еще до 22 июля стоимость одной акции может перевалить за 1500 долларов. Напоминаю, что акции Tesla доступны к покупке всем клиентам компании «Амакетс». И очень надеюсь, что вы примете верное решение, не упустите ее очень перспективную инвестиционную возможность. Но пока, друзья, все гадают, что будет с Tesla и дальше. Илон Маск выпустил брендированную линейку красных шортов Tesla. Я, кстати, такие и купил. Всем спасибо за внимание и пока.